МОБИЛИЗАЦИЯ ДРОНОВ Полиция в Чувашии уговаривает владельцев квадрокоптеров передать их армии РФ. Власти изобретали разные способы закрыть зияющую брешь в техническом оснащении. Например, мэрия Чебоксар подарила Минобороны принадлежащие городу беспилотники, использующиеся для фотосъемки и мониторинга местности в 2017 году. Их покупка обошлась бюджетом в 12,4 миллиона рублей. По ставкам дронов подключали волонтерские организации. В октябре даже 12-летний школьник Миша из Чебоксар передал мобилизованным квадрокоптер, который ему подарили на день рождения. Солдаты зареклись вернуть или привезти новый. Видимо, отчаявшись от военных поражений и медленного темпа сбора гуманитарной помощи, власти перешли к поборам. Сотрудники МВД звонят по телефону и спрашивают, в каком состоянии находится и часто ли используется ваш квадрокоптер. Еще один человек рассказал о визите участкового домой, тот поинтересовался техническими характеристиками дрома, а в руках у полицейского, по словам источника, был лист А4 со списком фамилий и адресов. Спросите, откуда МВД такая информация? Так вот, по закону, владельцы БПЛА обязаны регистрировать устройства на госуслугах. Не регистрируйте свои дроны, если не хотите, чтобы за ними пришли. Я сам увлекаюсь пилотированием квадрокоптеров от FPV до DJI. То есть, в целом, я умею пилотировать все, более того, FPV я еще умею собирать сам. Я смотрел очень много блогеров и очень много русскоязычных, русскоговорящих блогеров было в Украине, и они все начали подготавливать ВСУ, рассказывать, как собирать дроны, как их ремонтировать, из чего они комплектуются, как их пилотировать, и так далее, и тому подобное. А в России исключительно поборы, потому что там люди хотят помогать, а здесь нет. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал, надавите на колокольчик и поддерживайте канал рублем. Все ссылки в описании. Спасибо.